Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. И я, конечно же, рад приветствовать вас на своем судне. Сегодня у нас с вами очередной разбор колоды. Да какой колоды! В первую очередь я хочу отдельно поблагодарить магазин 54к за то, что подогнал эту колоду моряку для обзора. А колода это недавняя такая новиночка от Дэниэля Мэдисона и компании Иллюзионист. Иллюзионист. Колода называется Хэллионс. То есть такие вот озорнички, шалуны, такие вот дьяволята, короче говоря. Итак, друзья, прежде чем мы перейдем к обзору, я попрошу вас приготовить листок бумаги и ручку, потому что вам надо будет кое-что записывать. Ну что ж, переходим к обзору. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что это за колода такая Хэллионс. Для тех, кто не знает, Хэллионс переводится как озорники, проказники, ну от слова хэл. То есть те проказники, которые в аду обитают. Изображение, значит, у нас такая вот красная коробчонка. Здесь такой вот хвостик виден, да, такой вьющийся, как вы видите, да, с такой вот... Ну, короче, хвост, как у чертей, как у дьяволов там вечно рисуют в этих комиксах, там в мультиках, в фильмах показывают. Итак, значит, вот здесь у нас изображение рубашечки, какая рубашка на этой колоде. То есть обратите внимание, она как будто бы карандашом вся прорисована. Здесь знаменитая эмблема Даниэля Мэдисона. Здесь надпись Illusionist Playing Card Company. И здесь вот такая вот надпись, такая прям вот, ее, наверное, не видно здесь, но вот она, она здесь присутствует, такая прям белая-белая-белая. Вот здесь вот такая написана. Don't play with cards with the devil. То есть не играй в карты с дьяволом. Ну, через камеру, наверное, не видать нихрена, но на самом деле здесь вот эта надпись... А, вот, видите, вот так вот проступает она. Вот она здесь есть. Don't play cards with the devil. Где-то здесь она, вот она, вот она. Вот такие вот карты. Открываем колоду, обращаем внимание, здесь изображение Мэдисона в таких кроваво-красных и с черным цветах. Здесь, собственно, знак масонов, да, вот эта вот пирамида с глазом. Это хрен узнает, чей знак. Итак, достаем нашу колоду. Обратите внимание, внутри там лежит такой дьявол. Написано секси-девил. Ну, то есть, то бишь, сексуальный дьявол. Так, вот такая вот у нас коробка. Сами карты. Обратите внимание, давайте посмотрим сначала на рубашенцию. То есть, на рубашенции у нас здесь изображены дьявол такой вот, да, здесь сидят они по обе стороны. Такие черти. Черти, да, черти. И такие вот трезубцы у них в руках. Здесь вот эти хвосты вьющиеся. И кругом вот такие прикольные узорчики. Здесь такая надпись, которая гласит Magic is dead. Магия – это смерть. А здесь написано as above, so below. То есть, как вверху, так и внизу. Переводится вот так. Вот такая вот рубашечка у этих карт. Прикольная. А вот наши джокеры, друзья мои. Вот такие вот джокеры. Помните, в начале обзора я вам сказал, чтобы вы приготовили ручку и бумагу. Сейчас можете записывать за мной. Короче, здесь на одном из джокеров изображен договор. Скажем так, акт передачи души. Акт владения душой, скажем так, да. Собственно, здесь надпись вверху, видите, soul, да, душа. И ниже, deed of ownership. Акт владения. И, собственно, здесь дальше шпарит текст. Так вот, текст примерно гласит так. Я, ниже подписавшийся владелец души, заявляю о том, что я был в здравом уме и теле, несмотря на все любые доказательства обратного. И настоящим договором отдаю для надежной защиты мою вечную и бессмертную душу, ниже подписавшемуся душепопечителю. Вы записывайте, друзья мои. Скоро надо будет поставить подпись. Ниже подписавшемуся душепопечителю, чтобы тот свободно и без лишнего принуждения в течение периода кончающегося не короче вечности пользовался, значит, душой. Я, носитель души, настоящим отказываюсь от всех претензий на мою душу в пользу душепопечителя. Этот контакт является купчей без условий и квалификаций. Душа принадлежит завещателю неизменно, бессрочно, прекрасно и вечно. То есть, вот такие вот, собственно, здесь слова. Так что, если кто-то решит душу продать, пожалуйста, можете воспользоваться текстом. Ну и, собственно, здесь снизу такие вот душевладелец, да, и тот, кто отдает душ. То есть, душевладелец уже подпись свою забацал, а здесь место для подписи еще есть. Далее, значит, здесь идет этот Джокер первый, этот Джокер второй. Обратите внимание, здесь как раз чернильница с пером. Здесь надпись такая вот у нас девяточка пика, видать. И здесь Орен Джонс. Наверное, каким-то образом имеет отношение к созданию колоды. Стузом пик здесь решили не заморачиваться. Туз пик здесь вообще как в обычной атласной колоде, да. Но вот сами масти, обратите внимание, они чуть-чуть поменьше. То есть, не такие крупные сделаны, а не как в классических стандартных картах. Старшие карты все те же самые лица, но не у некоторых прикрыты глазки. Ну, не все те же самые, вру, некоторые изменены. У некоторых прикрыты глазки, вот валет пиковый. Ну, походу, душеньку продал уже и уснул вечным сном. Дамочка пиковая, совершенно другое лицо. Король пиковый, да, то есть, видите, у него девятка пика изображена на мече. Что-то, походу, у него туннель, что ли, в ушах. Дальше, туз буми, такой вот дьявол изображен. И надпись, don't play cards with the devil. То есть, не играй в карты с дьяволом. Вот такие вот у нас здесь красные масти, да, они слегка затемнены. И у них добавлена черная окантовка, как на-на-на-на, на байсиклах, призраках, на белых, да. То есть, вот так же сделано. Валя Бубновая тоже уснула вечным сном, тоже подиздала свою душу с потрохами. Дама Буби. Король Буби, ну, известный Мэдисон, да, изображен здесь. Король Крести, дама Крести тоже не справилась с соблазном. Валя Крести тоже не справилась. И вот такие вот картишечки у нас здесь идут. Вот такой туз. Король Черви, то есть, такой вот лысый мужичок. Здесь у него надпись SPR. Кто знает, напишите в комментах, что это означает. Ну, какой-то лысый бородатый, видимо, тоже, не знаю, муж Викинг. Дальше. Дама Черви тоже уснула вечным сном, как и Валет Черви. Ну, походу, не справились с соблазном, душеньку продали. И на этом их жизнь закончилась. Опаньки. Так, здесь у нас двухсторонняя карта. И вот такая вот специальная карта. Туз Крести, да, с тройкой Черви. Вот такие вот у нас карты. Что касается качества картишек. То качество, конечно же, на высоте. Потому что, ну, как вы, кто знаком немножечко хотя бы с творчеством Дэниэля Мэдисона, да. Тот, кто покупал его карты, наверное, знает, что картишки офигительные у него. То есть, они очень хорошо скользят. Очень хорошо скользят. Так что, аж сейчас из рук выпали. Они мягенькие, да. То есть, по качеству, даже не могу вспомнить, что они мне, так вот сходу не могу вспомнить, что они мне напоминают. Ну, такие качественные, прикольные картишки. Которые я, кстати, очень рад держать в своих руках. Карты очень мягенькие такие. Прям, явно, прям приятно с ними работать. По качеству, по мягкости смахивают на кипер, на красный походят. Походят на блюкраун, кстати, тоже, да, на вот эту колоду с короной. Вот такие вот картишки. Я советую вам их прикупить. И всем тем, кто захочет это сделать, ссылку в описании на эти карты я оставлю. Ну что ж, друзья, вот на этом вот обзор наших карт с озорниками подошел к концу. На связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. И да, хранят вас боги моря и небес. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok